Добрый день! С вами программа ФУТ на кухне и я балерина Наталья Антонович. Вы, наверное, удивлены, какое интересное отношение балерины имеет к кулинарии. Должна признаться, самое прямое. Приготовление еды подобно танцу, без гармонично подобранных элементов и красивого оформления. Ни одно блюдо, равно как и танец, не будет иметь успех, а значит и не доставит вам радости. Сегодня мы приготовим легкий салат. Очень важно помнить, что правильное питание должно быть в первую очередь разнообразным, поэтому не бойтесь сочетать различные ингредиенты и экспериментировать. Итак, для салата из брюссельской капусты нам потребуется брюссельская капуста, фундук, чеснок, мускатный орех, оливковое масло, соль, перец и лимон. Для начала отправим брюссельскую капусту в кипящую подсоленную воду и будем варить на медленном огне около 8 минут. А пока я мелко порублю чеснок для заправки. Брюссельская капуста содержит огромное количество витамина С, этим она и цена особенно. Однако, в отличие от других видов капусты, брюссельская в свежем виде хранится плохо, поэтому постарайтесь использовать ее в течение трех дней после покупки. Плотные качанчики брюссельской капусты содержат больше витаминов и белка, чем белокочанная капуста. Еще в ней много калия. Как нельзя лучше подходит брюссельская капуста для диетического питания. И она помогает не только сохранить фигуры, она помогает нам ее приобрести, избавляясь от лишних килограммов. Теперь натрем цедру лимона на терке и часть лимона порежем дольками. Цедра цитрусовых наш незаменимый помощник, потому что содержащиеся в ней эфирные масла лучшее природное средство для похудания и одновременного поддержания хорошего настроения. Ученые уже давно выяснили, что ничто не справляется лучше с эффектом апельсиновой корки на нашем теле, чем масла того самого апельсина. Правда, лимон и грейпфрут ему ни в чем не уступают. Я рекомендую добавлять цедру цитрусовых даже в воду, когда вы принимаете ванну. Это освежает кожу, питает ее витаминами, придает нежность и, как я уже говорила, поднимает настроение. Цедру отправляем в нашу мисочку. Брюссельская капуста готова. Сольем воду и откинем ее на дуршлаг. Сливаем. И даем немного остыть. А пока я поджарю орешки. Кстати, это блюдо, благодаря ударной дозе витамина С, поднимает иммунитет и добавляет нам сил и энергии. И все-таки, брюссельская капуста это уникальный сорт капусты. Она содержит витамины, минералы, каротины и химические вещества, способствующие предотвращению различных заболеваний и оздоравливающих организм. Ее нужно есть хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить риск заболевания раком молочных желез и легких. Так что, если вы все еще не бросили курить, почаще ешьте брюссельскую капусту. Кстати, если я заболеваю, а болеть совершенно нет времени, потому что вечером уже спектакль, всем лекарствам я предпочитаю вот такой коктейль от кашля. Смешайте треть сока брюссельской капусты, по третье редиса и моркови и немного сока сельдерея. Выжимаем. Пейте такой коктейль натощах и перед едой, и кашля, как не бывало. Орехи уже поджарились, и я их измельчила. Теперь быстренько приготовим заправку. Смешаем орешки с цедрой лимона и чесноком. Наливаем немного оливкового масла. Совсем немножко соли. Перца. И щепоточку мускатного ореха для пикантности. Все тщательно перемешаем. Капуста уже остыла. Выложим ее на красивое блюдо. А сверху польем ореховой заправкой. Оформим кружочками лимона. Ну вот, когда наше блюдо готово, оно аппетитно пахнет и соблазнительно выглядит, насладитесь его прекрасным вкусом, получая удовольствие от еды и не опасаясь за свою фигуру. Для приготовления салата из бруссельской капусты нам потребуется бруссельская капуста, фундук, оливковое масло, лимон, чеснок, тертый мускатный орех, черный перец и соль.